Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Есть ряд рецептов, которые я регулярно готовлю дома, которые мне просто стыдно вам, честно говоря, показывать. Стыдно, потому что они чудовищно примитивные. Но, с другой стороны, результат мне кажется безумно вкусным. И поэтому я постоянно борюсь с собой, просто разрываемые на части. Потому что, с одной стороны, показать вам надо. Это классные рецепты. Червячок сомнений все-таки гложет. Что показывать? Наверняка и так все знают. Короче, я все-таки покажу, а дальше хоть трава не расти. Сегодня речь пойдет о бараньих ребрышках, приготовленных в луковом соке. Вот у меня кучка этих самых ребрышек. Технику приготовления в луковом соке я вам уже показывал вот в этом ролике. Щелкайте и смотрите, если пропустили. Пулетен козроль. Курица в кастрюльке. Это французский рецепт. А если вы смотрите с планшета или с телевизора, то заглядывайте в описании видео. Ссылка на ролик там будет. Нарежу пока ребрышки небольшими кусочками. Основной секрет здесь состоит в количестве лука. По сути, его должно быть в половину от веса мяса, а то и больше. Для сегодняшнего рецепта нужны именно ребрышки, потому что они содержат кучу пленок, а значит соединительные ткани. Все речь коллагена. Дело в том, что коллаген, в отличие от остальных мясных белков, при тепловой обработке, при варке только увеличивает способность к влагопоглощению. Уложу на дно кастрюли ребрышки жирком вниз. А луковый сок способствует более быстрому размягчению мяса. Поэтому в результате длительного тушения мясо на ребрышках очень сильно размягчается и становится восхитительно сочно. А луковый сок загущается и превращается в отличнейший соус. Правда, нарезать лук надо помельче. Так соус получится более однородным. Еще в студенческие времена моя, тогда уже супруга, заявляла, что ненавидит баранину. Однако, попробовав вот это блюдо однажды, кардинально поменял свое мнение. И теперь она баранину нежно любит. Одно замечание. Для этого блюда лучше всего подходит нежирное мясо. В принципе, даже на самом тощем барашке более чем достаточно жирка для сегодняшнего варианта приготовления. И выбирать, конечно, лучше всего все-таки молодого барашка. Осталось несколько штрихов. Щепотка соли небольшая, досаливать будем потом. Несколько горошин черного перца. Пара листиков лаврового листа. И накрываю все крышкой. И ставлю на огонь чуть ниже среднего. Ни капли воды, ни капли масла. И надо добавлять. Лук даст достаточное количество сока. Важный момент. Я готовлю все в кастрюле с толстым дном. Если у вас такой нет, выбирайте чугунок или казанок. В общем, посуду для тушения. Еще один момент. Если у вас баранина совсем без жирка, тогда на дно под баранину нужно выкладывать слой лука сантиметр-полтора где-то толщиной. Тогда этот лук на начальных этапах сразу даст сок и у вас ничего не подгорит. Внимательно слушайте, что происходит в кастрюле. Слышите? Сейчас в кастрюле начал вытапливаться жирок, а чуть погодя лук даст обильный сок. После этого можно будет все перемешать и отрегулировать нагрев так, чтобы все происходило при очень тихом таком слабом кипении. И оставить тушиться до готовности. Всего время приготовления зависит и от размера кастрюли, и от интенсивности нагрева, и от того, насколько молодая у вас баранина. Все может занять от полутора часов до двух с половиной, а то и трех. Все будет готово тогда, когда мясо станет настолько мягким, что оно будет само под своим весом сваливаться с косточек. Ждем. Прошло два часа. Посмотрите, сколько сока, а! Самое время попробовать на соль и при необходимости досолить. Несмотря на то, что баранина была не очень жирная, ведь сверху скопилось большое количество жира. И, естественно, на соль нужно проверять не вот этот вот жир, а постараться зачерпнуть именно сока. Нет, надо досолить. Наверное, вот так вот. Даже еще немного. И перемешать. Кстати, очень хорошо будет, если кроме черного перца добавят сюда еще и душистого, ямайского. Его нотка очень хорошо подчеркнет ароматный такой нежный вкус молодой баранины. Ну, мясо почти готово. Сейчас прикрою крышкой, но не плотно. Увеличиваю нагрев и оставляю примерно на 20 минут на полчаса. За это время добавленная соль пропитает само мясо и можно уже будет пробовать. Итого, с начала момента готовки этого замечательного барашка прошло два с половиной часа. Все готово. Что вы придумаете на гарнир? Я не знаю. На мой вкус блюдо абсолютно самодостаточно, поэтому я подаю его самым нейтральным рисом. Ну, а вот этот вот соленый огурчик и укроп положил только для красоты картинки. Посмотрите на это. Мясо буквально сваливается с косточек. Вы видите, какая красота. Аромат. Длительное тушение в луковом соке творит чудеса. Мясо нежнейшее. Вот этот способ готовки сделает из самого жесткого мяса, самого плотного, даже самого старого, очень нежное. Вот в результате воздействия именно лукового сока и именно длительной готовки мясо сейчас по консистенции как кусочек сливочного масла. Обязательно попробуйте это приготовить. Это очень хорошо. Да, я знаю, многие сейчас спросят, а может, стоило сначала обжарить эти ребрышки, как это делает, например, Сталик? Поверьте моему опыту, именно для бараньих ребрышек это не требуется. Бараньи ребрышки в результате длительного тушения в луковом соке приобретают такую нежную консистенцию, такой нежный вкус и аромат, что обжаривание сделает этот вкус только более грубым. Этого для ребрышек, тем более молодого барашка, совершенно не требуется. Вот если вы будете готовить баранью корейку, то да, бараньей корейке на обжаривание пойдет только на пользу. Согласен, с ребрышками не надо. Вот и все на сегодня. Ну и простите, если кому-то из вас этот рецепт показался секретом полишинеля. Понравилось? Вы знаете, что надо делать. Лучший способ сказать спасибо, это поделиться этим видео с друзьями в соцсетях. А еще лучше угостить этим блюдом друзей. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!